Доброе утро, Бокертов. Сегодня я отвечу на вопрос, как сказать на иврите ведет, вести. Смотря что мы хотим сказать. Если ведет, это управляет транспортным средством, например, ведет автомобиль, управляет автомобилем, мы будем использовать глагол НОГЭГ в форме женского рода НОГЭГЭТ, во множественном числе НОГАГИИМ и неопределенная форма ЛИНГОК, вести автомобиль, управлять автомобилем, например. Если мы хотим сказать ведет себя, то мы будем использовать глагол МИТНАГЭГ с этим же корнем, как и в предыдущем глаголе. МИТНАГЭГ ведет себя в форме женского рода МИТНАГЭГЭТ, во множественном числе МИТНАГАГИМ и неопределенная форма ЛЕГИТНАГЭГ, вести себя. Следующие слова могут быть в каких-то случаях синонимами. Если мы будем использовать слово МЕЛАВЕ, то это ведет в значении СОПРОВОЖДАЕТ, ПРОВОЖАЕТ, ну, примерно, как бабушка провожает внучку до автобуса. Не провожает в значении РАСТАЁТСЯ, а провожает, СОПРОВОЖДАЕТ. МЕЛАВЕ в форме мужского рода, в форме женского рода МЕЛАВА, во множественном числе МЕЛАВИМ, и неопределенная форма СОПРОВОЖДАТЬ ЛЕЛАВУТ. Следующий глагол мы будем использовать, когда речь идет о ведении в счете, например, или кто-то ведет за собой, кто-то впереди ведет за собой. Глагол МОВИЛЬ в форме женского рода МОВИЛА, во множественном числе МОВИЛИМ, и неопределенная форма ЛЕГОВИЛЬ, вести за собой. Или, например, вести в счете. И глагол МОЛЬИХ – это вести, проводить к цели, или помогать идти. То есть его мы будем использовать, когда мы подчеркиваем, что речь идет о ходьбе. И они бывают очень близки, примерно, как синонимы МОВИЛЬ и МОЛЬИХ. Только МОЛИХ – это буквально, когда ведут, когда человек двигается ногами, не на транспортном средстве. МОЛИХ – в форме женского рода МОЛИХА, во множественном числе МОЛИХИМ, и неопределенная форма ЛЕГОЛИХ – вести. Теперь несколько примеров в предложениях. Она умеет управлять транспортным средством, она умеет вести машину. Родители сопровождают детей в садик. Отводят детей в садик, приводят детей в садик. МИМОВИЛЬ – кто ведет. Ну, например, в счете мы хотим спросить. МИМОВИЛЬ – кто ведет в счете, кто выигрывает. Примерно так. Или еще одно предложение с этим глаголом. ГУОВИЛЬ – это АМ, АХАРАВ – он вел народ за собой. И еще одно предложение. ГАВОТ – ОЛИХУ – это ХАТАН, ЛАХУПА. ОТЦЫ СОПРОВОЖДАЛИ ЖЕНИХА К ХУПЕ. То есть речь идет о свадебной церемонии, когда по традиции отцы, жениха и невеста сопровождают жениха к ХУПЕ. Я надеюсь, это было понятно и несложно. Спасибо за внимание. Задавайте ваши вопросы. На интересные я буду отвечать. До свидания. Лейтраут. Задавайте ваши вопросы.